Друзья, всем привет! Всем привет! Мы на канале Big Trip Vlog. Наступили холода и Big Trip Vlog направился на очередную зимовку. Мы выбрали направление Латинской Америки. И первая наша страна это Куба. Как вы знаете, ребята, на нашем канале уже выходили видео с Кубы. Я в этой стране второй раз и немножко знаю Варадеров. Поэтому я предложила Кириллу в этот раз поехать не с помощью туристических агентств, а самостоятельно забронировать номер в отеле Rock Parlemento. Это сеть отелей Rock. Варадеры их несколько, но я подумала, что это будет один из самых таких удобных отелей в плане логистики. Здесь часто ходят такси, часто ездят автобусы, дорога рядом, центр недалеко. Поэтому это достаточно удобно. Можно гулять отсюда, так как в прошлом отеле, где мы останавливались с мамой Кирилла, такой возможности у нас не было. Здесь рядом с отелем есть стойкая информация, где можно посмотреть самые интересные локации, которые находятся рядом. И также с другой стороны. Давайте пройдем внутрь отеля, и я вам расскажу о нем поподробнее. Кстати, как вы видите, и я надеюсь, что меня хорошо слышно, погода, конечно же, не жаркая, как это было в июне, в июле месяце, а прохладно. То есть такой ветерочек сильный. Я даже надела кофту, хотя многие ходят просто в футболках, но я мерзлячка, поэтому простите, я уж лучше оденусь потеплее и буду чувствовать себя в комфорте. Кстати, это так прикольно ощущать, когда ты уже второй раз в стране, и понимаешь, как это может быть летом, и как это выглядит вот сейчас, в зимнее время. Вот летом вот эти деревья, они красным ярким цветом, а сейчас, знаете, как словно какая-то осень, и этих красивых цветочков нет, хотя в летнее время они всегда бывают. Проходим внутрь отеля. Здесь интересный вход. Конечно же, елочка, потому что совсем скоро Рождество, и здесь, как и во многих других католических странах, обязательно празднуют Рождество. Первое, что мы видим при входе, это стойка регистрации. Мы приехали вечером, нас быстро зарегистрировали. Здесь тоже рождественские украшения. Здесь также вот дают Wi-Fi, не пароль, но работают в основном только в лобби и в общественных местах. В номере, к сожалению, Wi-Fi не ловят. Что примечательно, туристов здесь не так много, поэтому свободно можно пойти в бар, взять напиточек без очереди. Центр ресепшн украшает фонтан, но, к сожалению, пока мы не видели, чтобы его запускали. Здесь уже на ресепшне есть бар, в котором написано расписание завтрака, обеда и ужина. В баре можно взять соки, алкогольные напитки, кофе. На следующем экране можно увидеть программу развлечений на сегодня. Сегодня будет аквабалет. Вот, например. Каждый день различная программа. С 7 до 9 живая музыка на ресепшне. Рядом с этим расписанием находится ресторанчик, где можно пойти на завтрак, обед, ужин. Здесь также есть расписание. Сейчас вместе с вами хочу погулять по территории и показать вам подробнее, что здесь есть. Во-первых, здесь очень много кошек, которые любят здесь гулять, потому что туристы постоянно подкармливают. Здесь мы видим карту всех корпусов, какие где комнаты располагаются. Так, давайте попробуем найти нашу комнату. Мы, получается, остановились в 8 корпусе. У нас 309 номер. На территории отеля есть несколько бассейнов. Но так как погода сейчас не самая хорошая, в основном туристы читают книжки, отдыхают, кушают, играют в настольные игры. А кто-то даже умудряется и позагорать. Еще один замечательный факт. В этом отеле в основном отдыхают туристы из Канады, а также из стран Южной Америки. Поэтому здесь такая, знаете, интернациональная компания всех туристов. Ну и наши российские соотечественники здесь тоже есть. Но они быстро находят язык с туристами из других стран и чувствуют себя комфортно. Кстати, вот здесь еще одна моя любимая территория. Здесь есть такие качельки. Еще один бассейн, где в основном проводят время загорающие. Ой, какой красивый котик. Чем-то он злится. Здесь еще один бар, где можно взять тоже и кофе, и алкогольные напитки, и соки. Так, смотрите-ка, у них появился какой-то лимонадик, которого я не видела до этого. Также здесь можно взять булочки, гамбургеры, сэндвичи, папайю можно взять. Ну, то есть такие булочки в зависимости от сезона. Вот видите, есть булочки, есть гамбургеры, папайи, ананасики. Так, а вот здесь вот у нас напитки. А, ну да, лимонад у них обычно не делала, видео я его до этого. Продолжаем с вами гулять по территории. Здесь ресторан а-ла-карт, то есть сюда нужно записываться заранее. А вот здесь вот магазинчик. Уж не знаю, можно нельзя снимать, но давайте попробуем. Так, пул. Что-то у меня не получается, можно закрыть. Так, магазинчик пока оказался закрыт, хотя написано открыто, объектно. Но ничего страшного, ничего страшного, попробуем-то зайти позднее. Так, что у нас еще здесь есть интересно? Здесь у нас второй бассейн, мы сейчас к нему направляемся. Здесь у нас можно заказать экскурсии, но у них сейчас ланчтайм. Попозже можно здесь и заказать экскурсии, и можно еще взять ракетки, теннисные ракетки, шарики для игры в бильярд, потому что рядышком как раз находится все соответствующее к этим играм. Бильярдный стол, теннисный, поэтому можно еще и поиграть в такие игры. Ой, кто-то даже купается в бассейне. Видите, везде очень спокойно. Это все различные корпуса, в зависимости от ее категории, номера, который вы бронируете, в том корпусе вы проживаете. И здесь также есть тренажерный зал, но я планирую показать вам его чуть-чуть позднее и более подробно, потому что хочу немножко позаниматься спортом и вообще восстановить свои занятия спортом, так как давно не занималась. И, наверное, самое интересное, что осталось, это, конечно же, пляж. И он прекрасен. Сейчас мы преодолеем мостик и увидим, увидела ящерку. Так, еще чуть-чуть, и мы с вами увидим главную фишку отеля. Это его прекрасный пляж, чистейший. Ну, а так как ветер сейчас, волны, а до этого я, конечно же, не видела волн на Кубе, и это просто прекрасно. Мы обожаем волны. Надеюсь, что Кирилл сможет искупаться в такую погоду и насладиться ими. Все практически свободные лежаки, потому что ветерочек и мало отдыхающих в это время. Также в течение дня здесь продают различные сувениры, сделанные из дерева. Машинки, браслетики, сундучки. Так, я сейчас иду заниматься спортом в тренажерном зале, который есть при отеле. И самое, что приятное, в этом тренажерном зале есть кондиционер, поэтому заниматься здесь спортом комфортно. Есть велосипед, другие тренажеры, названия которых я, к сожалению, не знаю. Есть гантельки. Еще каждое утро проходит здесь йога, но из-за погоды, видимо, сейчас ее не было, хотя я очень хотела попасть. Поэтому сейчас я буду немножко заниматься спортом, приводить себя в форму. Субтитры создавал DimaTorzok Всегда в нашем отеле сидит художник. Доброе утро. Красивые у вас картины. О, ничего себе. У вас красивее, чем на картинке. И ты здесь лучше? Это лучше? Да, это лучше. Спасибо, хорошо. Спасибо, хорошо. пелизе здесь выставлены его картины которые можно также приобрести с кубинским колоритом пришли к нашему бакету чтобы немножко позавчивать на стол инклюзив и шведский стол поэтому большой выбор блинчики скрэмбл яйца яйца запеченные хлебушки различные овощи также запеченные фасолька вареные яйца колбаска яйца пашот здесь также можно увидеть оладушки жареный хлеб картофельные оладьи язык уже здесь тоже самое что было на той стойке только есть еще небольшие митбол и мясные фрикадельки переходим в следующей стоечки это более салатная стойка также у нас здесь есть рисовые хлопья чай различные виды сыров даже посмотрите есть сыр с плесенью жареный сыр колбаски скажи что за очередь здесь у вас на станцию утренним омлетом тут можно взять и жареные яйца и омлеты любые виды яиц и выбрать различные ингредиенты к ним например колбаска кукуруза мяско помидорчики можно сделать себе тостики из хлебушка здесь различные соки и лимонады йогурт и молочко бутербродики тоже несколько видов салатов тостики местная выпечка круассанчики кончики ну и уже знакомые фрукты папайя и ананас видимо сейчас сезон этих фруктов это моя тарелочка жареным яичком тостики сыр разного вида и тарелочку нас кирилл похоже только омлетик немножко эти как называется оладушки сыр вот мой напиток там есть раз интересно попробуйте а какой с чем-то я взял там там был то ли апельсин то ли помыла что-то внутри то есть такой небольшой горечью не получается как вода просто и настоянные фрукты ну да такую горечью просто водичка такая легкая после завтрака мы вернулись наш номер чтобы переодеться и обнаружили что у нас сделали уборку ну и это очень хороший повод для того чтобы сделать вам обзор начнем сразу же с коридором у нас здесь шкафчик есть где мы развесили наши вещи разложили нашу обувь большое зеркало кстати зеркал здесь вообще очень много помимо этого каждый день нам приносят водичку мы приехали вчера водичка вы ее выпили и сегодня нам снова ее добавили есть холодильник мини-бар мы постоянно ходим здесь бар за напитками за лимонадиком за пивом это главная комната две большие кровати есть кондиционер и обратите внимание даже есть утюг мы даже утром успели поутюжить себе одежду еще нам после уборки сделали красивого лебедя из красного покрывала который украшает теперь нашу комнату здесь также наш багаж как видите мы разложили его есть еще одно зеркало большой телевизор с многочисленными каналами но мы его даже не включаем потому что редко смотрим телевизор здесь рабочий стол где мы будем монтировать скоро для вас видео здесь у нас кресло столик помимо этого у нас есть балкончик и открывается вид на главную дорогу на оживленный бородеро на красивую растительность природу но вернемся в наш номер видите как здесь светло просторно уютно пройдем дальше я вам покажу нашу ванную комнату она небольшая здесь у нас также зеркало разложились свои освоим по свою косметику это моя косметика там у нас принадлежности для ванны кстати да здесь не просто душ здесь ванна но и унитаз поэтому как видите все чистенько уютно можно приезжать и отдыхать несмотря на пасмурную погоду все же хотим искупаться сейчас мы проходим первые бассейны и сейчас отправляемся к дальнему который ближе к морю кстати помните хотел эти магазин но он был закрыт и сейчас он наконец-таки открыт и поэтому можно посмотреть что здесь есть шлепки различные футболки парео различные сувенирчики также можно приобрести напитки пиво водичка также здесь есть ром популярный гаванок клуб за 958 долларов за 10 долларов также есть различные подставки тоже это сувениры защитные очки и купальники солнышко совсем спряталось почти никто не купается даже бассейне но меня это вряд ли остановит друзья огромный бассейн и никто не купается лишь наш морж кирилл пойдемте узнаем как у него проходит купание ваше впечатление вам не холодно как быть единственным купающимся среди всех на самом деле на самом деле нормально водичка может не такая прохладная просто странно что солнышко нет никто не купается вот ну мы здесь первый день поэтому все наверное здесь уже около недели такая погода только сегодня случилось поэтому все ждут ждут улучшения погоды правда прогноз на ближайшие дни не очень благоприятным ну что немного еще поплаваем выглянуло солнышко и мы снег баре взяли себе два гамбургера один значит нас с котлетой второй с курочкой и тут же прибежал котик который сначала не хотел гладиться теперь попрошайничать у меня еду поэтому очень удобно когда вы отдыхаете либо на пляже либо возле бассейна можно взять какие-то закусочки и также напитки фрукты в данном случае это ананас здесь у нас поэтому солнечную погоду отдыхать вдвойне приятно понимаешь что мы приходим сюда только кушать ну так и есть это же он длит ребят давайте посмотрим что здесь дают на обед так на обед это фасоль маринованные овощи тыква рис это похоже на течевичное пюре так оно и есть картошка курочка бананы рис и снова блюдо с фасоли на этой станции можно взять чипсы из банана различного вида пицца хлебная станция различного вида салатики овощи фасоль даже есть она даже есть салат из ананасов и картошки я говорю что на клубе растет из того и делает салаты также креветочки тоже здесь есть салатик из помидор огурцов риса очень много есть и желтый и обычный белый рис мясо с горошком здесь многие блюда уже повторяются ну и конечно же как без этого ветчина сыр сливочный сыр маслечко сыр с перчиком здесь готовят креветочки камарерос на испанском я тут взяла несколько штучек но когда приготовиться еще всегда можно что-то выбрать на самом деле на завтрак на обед на ужин вот на обед и на ужин дают мясо курицу дают какие-то бештексы креветки поэтому на самом деле голодными здесь не останется вот помните даже какой-то супчик чего жила какой-то овощной супчик вкусненький добавил сюда супарики приятного аппетита да еще и на обед-ужин можно брать напитки это либо пиво либо лимонад сейчас достаточно сильный ветер мы решили прогуляться до моря может даже я искупаюсь еще можно отметить что на территории этого отеля располагается четыре бара есть круглосуточные бары проживание здесь только для взрослых от 16 лет поэтому детей вы здесь не встретите из-за сильного ветра возможно меня будет плохо слышно здесь расположены лежачки волейбольная сетка есть но отдыхающих совсем мало потому что погода к этому не способствует море огромные волны ну как огромный по меркам куба они огромные но я все равно хочу пойти попробовать искупаться периодически наказывает сильные волны достаточно а я еще с камеры здесь без аквабокса но думаю гоупро выдержит все таки она тоже вот непроницаем и вот так вот и на самом деле здорово здорово воде не встречается каких посторонних элементов вода чисто несмотря на такое несмотря на такое волнение в море все-таки домочек тоже это сделала мы искупались немного правда потому что прибежал спасатель и сказал что надо выходить видимо в такую погоду запрещено купание здесь на самом деле вы с Кириллом не видели что там висит красный флаг и купаться запрещено поэтому никто и не купает они потому что мы в машине на самом деле здорово и безопасно все то есть хоть волны и больше обычного да но это для кубы лишь они небольшой а так они вполне стандартные волны на которых приятно прыгать причем они не разрываются а вот именно можно попрыгать поразвлекаться я довольна что я решилась и кстати сейчас мне даже не хуй да здорово здорово во второй половине дня мы вышли из отеля решили прогуляться по близлежащему райончику и совсем рядом буквально через дорогу метров 300 400 находится ярмарка ремесел сейчас мы здесь прогуляемся посмотрим какие здесь поделочки сувенирчики ребят дать немножко прогуляемся по этому рынку туристов здесь гулять немного но в основном наши российские соотечественники здесь можно приобрести различные картины по мне нравится вот такие вот которые прям дайте нарисованы красками магнитики так вот тебе колорит колорит кубы картины различные яркие красивые на которых в основном изображены города как тринидад гавана на китай поделки из дерева очень красивые магнитики различного размера рамки для фотографий а вот это значит такое ну конечно же знаешь для сигар на тигарных на это правда ишь есть для маленьких есть для больших очень много изделий из чего бы вы думали друзья ну вот здесь вот самая большая подсказка видите написано кока-кола все это сделано из банок также из банок здесь есть сумочки также эти из крышечек вот эти вот из банок в банках которые здесь делают и сумочки и сувениры еще в виде вертолета каких-то машинок получается как небольшой рыночек буду открытым небом я представлены много изделий из кожи различные сувениры из дерева поэтому езди погулять и что выбрать ну да если вы знаете немного испанских то они будут рады этому вдвойне сделать вам скидку побольше кстати вот там сувениры магнитики стоили в районе скольки от 5 долларов за пять долларов какие-то большие поделки уже по 10 долларов то есть ну цены приемлемые они еще дополнительно делают маленькие подарки видеомагнитиков и релков если вы покупаете во время ужина настоящее разнообразие блюд весь в нескольких вариациях есть бекончиком есть просто белый рис это что-то похожее на блюдо из чечевицы возможно я ошибаюсь овощи тыква даже жареные яйца на ужин несколько видов креветок это вот на этой стойке и на других стойках тоже есть креветочки желтый рис есть супчики мясные здесь у нас курочков жированные перчики тоже ведь здесь и креветочки и местная картошка пюре из тыквы и снова рис с васолью также хочу показать блюда на других стойках сама кирилл аппетитно пошевывает мяско а здесь у нас салатики различные тоже креветочки есть разные овощные салаты с курочкой здесь овощные есть ветчина сыр сливочное масло и здесь у нас еще несколько видов салатов также можно попробовать домашнюю пиццу мясной рулетик и запеченные бананы конечно же есть и хлеб различные булочки также можно попробовать картофельный хлеб и постоянно здесь несколько видов ну и конечно же многим любимая станция десертов различные пирожные и конечно же фруктики в основном из фруктов это папайя и ананас также в жаркую погоду жаркий летний день бородером можно полакомиться клубничным мороженым и добавить него топпинге я вам показывала мяско но теперь решил кирилл его взять и так оно выглядит нарезанном варианте как тебе здесь местная кухня расскажи на самом деле на ужин выбор достаточный особенно радует станция с мясом там и курочка и свининка даже из говядинка поэтому каждый может найти себе блюдо по вкусу мы уже поели сейчас главное переходим десерт кстати из напитков здесь можно взять воду пиво или лимонад надо отметить что персонал здесь на самом деле очень внимательный вам сразу приносит и воду спрашивают про напитки из здесь либо лимонад либо пиво вам приносят после выжжена мы вернулись в обе чтобы послушать живой розы команда красивый Субтитры сделал DimaTorzok А сейчас на этой сцене мы посмотрим вечернее шоу Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok